Была еще та ранняя весна, когда о приближении тепла можно догадаться только по едва заметным признакам. По туману на московских улицах, по каплям этого тумана, стекающим с черных веток, недавно посаженных лип, и по рыхлому ветру. От него оседает и становится ноздреватым снег. Но этот последний признак, пожалуй, к Москве не относится. Снег в Москве к концу марта остается только в некоторых дворах, а на теплом асфальте его давно уже нет. Зиму в Москве собирают машинами-конвейерами на самосвалы и вывозят без остатка за город. Тот случай, о каком я хочу рассказать, произошел в троллейбусе номер пять. Москвичи, как известно, в троллейбусах и автобусах разговаривают мало, а больше читают. И в том троллейбусе номер пять, который отошел от остановки на театральном проезде, тоже было обычное настроение. Но вдруг кондукторша крикнула. «Погодите, что же это такое?» «Это грач», – испуганно сказала девочка лет восьми. Грач сидел, угревшись под пальто на груди у девочки, и только на минуту высунул из-под пальто свой нос. Но этого было достаточно, чтобы бдительная кондукторша заметила в троллейбусе птицу, запрещенную к перевозке. «Если его нельзя везти, так я слезу», – сказала девочка и покраснела. «Что ты, дочка?» – воскликнула кондукторша, перестала давать билеты и протиснулась к девочке. «Сиди, не беспокойся». «Ой, какая птаха хорошая! Что это? Неужели грач?» Грач осмелел и выглянул. Кондукторша осторожно погладила его пальцем по точенной головке и засмеялась. «Не бойтесь, он не кусается», – сказала девочка и вся засияла. «Он очень серьезный, но добрый». «Какой же это грач?» – сказал старик с картонной папкой. «Когда это скворец». «А вы, гражданин, если не знаете облика птиц, так и не утверждайте», – ответил пожилой человек в форме железнодорожника. «Где нам в Москве знать про птиц?» – вздохнула старуха в платке. «Нам что грач, что скворец, что воробей или стриж – все равно». Пассажиры начали вставать, тесниться около девочки. Каждый пытался погладить грача. Грач гладить себя давал, но посматривал на всех презрительно и высокомерно. Сквозь толпу с трудом продирался от входной двери назад плотный суровый генерал. «Куда это вы, товарищ генерал?» – заметил худой юноша без кепки. «Против течения». «А я к грачу, молодой человек», – ответил генерал и повторил внушительным голосом. «К грачу». Генерал протискался к девочке, взял у нее грача, подержал его на ладони, как бы взвешивая, возвратил девочке и сказал. «Куда же это ты его везешь?» «В зоопарк. Там я его выпущу». «У нас на реке Сейме», – неожиданно сказал молоденький лейтенант и почтительно посмотрел на генерала. «Настоящие пернатые царства. Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у нее нет. А у нас соловьи, мировые соловьи. Весной наш край по ночам весь поет». «Вы про профессора Монтейфеля слышали?» – спросил генерал-лейтенанта. «Так точно слышал, товарищ генерал». «Каждую птичью повадку знает и может объяснить. Ну, а насчет всяких колен, пересвистов, перезвонов, трелей, чохов и всей прочей птичьей музыки нет такого другого знатока и любителя в Советском Союзе. Просто волшебный старик». «Вы здесь сходите?» – спросила генерала молодая женщина со смеющимися глазами. «Или остаетесь?» «Я на следующей остановке сойду», – ответил генерал, нисколько не смущаясь вопросом молодой женщины. «Подумаешь, важность пройти два квартала обратно». Я, знаете, был свидетелем удивительной одной истории. Под Ленинградом во время войны. Весной это было. Прилетели скворцы и вьются, кричат над своими скворечнями. А скворечни, как на грех, в пустой полосе между нами и фашистами. Так те открыли по скворцам огонь из автоматов. Их, видите ли, беспокоил крик скворцов. Нервные попались молодчики. Тогда не выдержало у наших сердца. «Ах так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что тем мигом затихли. «Вступились, значит, за скворцов», – сказала кондукторша. «Так я и подумала, как только вы начали рассказывать, товарищ генерал». «А как же? Ведь скворец с древних времен сопутствует русскому человеку». «Кондуктор!» – крикнул сердитый голос. «Почему не даете билетов?» «Сейчас!» – ответила недовольна кондукторша. Она все еще стояла около девочки и гладила грача по голове. «Сердца никакого нет у людей». «А вы потише, гражданин!» – сказала старуха недовольному пассажиру. «Весна, значит, скоро!» – вздохнул железнодорожник. «Черемуха зацветет, и полетят птицы над Россией, понесут свои песни». «Но мне все-таки пора выходить», – сказал генерал. «До свидания, товарищи!» Все попрощались с генералом. Он вышел, чему-то улыбаясь, и так улыбаясь, и пошел по улице к давно пропущенной остановке. А пассажиры еще долго говорили о граче, о предвестнике весны, о картине Саврасова грачи прилетели, о том, что Москва постепенно превращается в сад, где будет привольно всякой птицы. И скоро весь город будет с утра до ночи звенеть от птичьего пения. «Как это удивительно у нас получается», – сказал старик с картонной папкой. «Правительство заботится о благе людей, а от этого блага, глядишь, и перепадет кое-что даже певчим птахам». «Так и должно получаться», – убежденно ответил худой юноша без кепки. «Истинно так», – сказала старуха в платке, – «я это по себе знаю». Но тут уже начинается другая история, которую я расскажу как-нибудь позже. 1953 год.